привет вам меня просили чтобы я надела маску на видео и я как раз решил сегодня надеть потому что вот это и вот это у меня выскочило на самом деле у меня реально кожа стала лучше но это видимо из-за того что скоро специальные женские дни которые доставляют всегда дискомфорт поэтому моя кожа такая случайно хрен с тобой я использовала эту маску увлажняющая с гиалуроновой кислотой эффект инъекции гиалуроновой кислоты вот наверное у меня сейчас кожа будет вообще офигенская такая мягко увлажненная но это то что нужно потом я буду краситься сегодня у меня маникюр в 17.45 сейчас 4 часа почти поэтому нужно торопиться собираться еще сегодня нужно съездить за продуктами а я сейчас сижу монтирую рекламный ролик он правда небольшой должен получиться для инстаграма там но минута меньше даже но в любом случае время занимает потом пойду накрашусь и надо покушать и знаете что меня бесит меня бесит то что у нас дома нет даже яичек чтобы омлет сделать поэтому сегодня обязательно нужно поехать в магазин так ну что ж я накрасилась оделась выпрямила волосы нацепила сережки и готова выходить навигатор показывает ехать 20 минут и так несмотря на то что я вышла нормально даже заранее ну прям заранее я все равно стою в пробке и даже немного опаздываю потому что на таганке вечно большие пробки и я честно говоря не очень люблю это все а еще у меня замерзла это брызгалка моя потому что у меня вообще закончилась и я не так давно купила короче у меня было вообще чуть ли там не летние а еще представляете сегодня минус 7 впервые так холодно как по мне вот я когда села в тачку я ее поставила прогреваться взяла омывашку минус 20 по моему она и залила потому что моя вообще закончилась я не могу помыть стекло потому что у меня там все замерзло нафиг и поэтому стекло у меня быстрее не получается ненавижу из-за этого типа центр хотя это не так далеко от моего дома но все равно приходится долго стоять за вечным пробок здесь вот сейчас сделаю маникюр сейчас видите у меня что как раз вчера мне написали об этом и сейчас сделаю только вот думаю какой цвет сделать думаю может это светлое белое не знаю спрошу у мастера если много времени то может какой-то дизайн сделаем фиг знает вот а еще я сейчас напишу когда доеду и сяду по поводу ресниц потому что мне уже срочно нужна коррекция наращивания про наращивание волос я вообще молчу мне пипец как все отросло и может быть завтра схожу на коррекцию наращивание волос кстати я могу успеть и на ресницы на волосы если завтра утром например можно пойти на ресницы я люблю ходить утром на ресницы потому что я засыпаю и вообще с кайфом сейчас салон который еду я там еще ни разу не была я решила не ехать в салон в который мы с кариной ходим вдвоем потому что во первых он находится дальше во вторых мне по кайфу туда ходить вместе с кариной ну хотя я и одна туда ходила но просто я подумала что выберу что-то поближе к дому чтобы сделать маникюр тем более одна еду с такое потому что если я сейчас поехала в центр в тот салон куда мы с кариной ходим я бы очень конечно стояла в пробках вот туда надо конечно не вечером ехать ой тут вообще ужасная пробка я на самом деле не довольна этой неделе влогов вообще на самом деле что я хочу сказать я безумно жду когда потеплеет я ненавижу такую погоду потому что ну я человек не такой погоды если бы я родилась где-то в теплом месте наверное мне было бы лучше мне было бы комфортнее жить потому что мое настроение всегда практически зависит от погоды очень часто потому что когда плохая погода в общем влияют на меня разные факторы которые окружают меня в жизни это тупые люди на дорогах таксисты которые подрезают вечно и тормозят специально передо мной чтобы я в них врезалась ну вот такие вот знаете погода плохая какие-то перемены планов в общем все на меня влияет это плохо это плохо потому что очень тяжело так жить когда твое настроение полностью зависит от не тебя что еще рассказать я рада что сегодня я сделаю маникюр потому что одна головная боль у меня уйдет поскольку на следующей неделе у меня куча съемок должно быть мероприятий и вообще учитывая все происходящее если ничего не перенесется на следующей неделе на другую какую-то неделю то у меня реально будет очень тяжелая загруженная неделей на самом деле что хочу сказать я люблю когда недели влогов очень насыщенные на мероприятия съемки но с другой стороны когда куча съемок мероприятий каждый день ну там даже не каждый день просто на неделе влогов тяжело потому что тебе нужно когда ты приходишь домой еще садиться все это монтировать и ты и так устаешь как бы на съемках а тебе нужно вместо того чтобы прийти домой просто лечь отдыхать там не знаю сходить в душ там просто расслабиться или в ресторан сходить с друзьями ну грубо говоря тебе нужно садиться снова за работу поэтому с одной стороны конечно это сложно поэтому я всегда стараюсь и неделю распланировать так чтобы у меня были какие-то дела и съемки но и при этом дни отдыха назовем их так дни когда я делаю чё моей душе вздумается кто-то в комментариях написал такая у вас беззаботная жизнь меня так удивляют эти люди это вот из разряда знаете вот то что я говорила никогда никому не завидуйте потому что вы не знаете что на самом деле происходит жизнью этого человека и вообще правильно ли вы делаете что завидуете или правильно ли вы делаете то что считаете чью-то жизнь беззаботной уму непостижимо просто уму непостижимо ладно я не могу винить таких людей они просто не знают меня не знают мою жизнь не знают мои заботы которые я никогда не выставляю в интернет и свои переживания какие-то которые тоже никогда не буду нигде выставлять в интернет и рассказывать о них поэтому всем всегда кажется что у меня беззаботная жизнь что у меня все легко что вообще я не парюсь все очень круто в моей жизни но в целом я не жалуюсь у меня хорошая жизнь просто идеальной жизни нет и я не могу назвать свою жизнь беззаботной если считать мою жизнь беззаботной только в том плане что я могу позволить себе проснуться в двенадцать в час в два часа дня но это на самом деле очень глупо потому что пока вы все спите и ложитесь там в десять в одиннадцать двенадцать ночи там вечера я могу в это время работать либо быть вообще на другом конце москвы и ну как бы глупо это просто нелогично просто нужно понимать что у всех разный режим жизни и то что человек не встает в 7 утра это не значит что он типа кайфует отдыхает весь день и спит просто я никогда не пойму логику людей у всех разный распорядок дня но это я вам уже рассказывала я думаю может покороче сделать ногти ну в смысле понятно что эти уже отросли длинные но я имею ввиду короче тех которые у меня были но то что я точно делать не буду это убирать наращивание делать их короткими это настолько не моё вообще настолько не моё мне так не нравится ну на себе это вот я смотрю там на корее но еще на кого-то из знакомых кто ходит с короткими ногтями и я смотрю на них и у меня нету такого типа ой фу короткие ногти я смотрю и на них как-то это органично как будто выглядит но на себе и не могу представить такие ногти точнее мне кажется если я сейчас сниму ну уберу наращивание ногтей оставлю короткие ногти я вообще не так вообще не понравится хотя я думала об этом недавно чтобы немножко походить без наращивания не знаю не знаю я уже успела прочитать несколько комментариев перед тем как вышла из дома и кто-то написал типа ой блин как жалко что заканчивается неделя влогов вообще отстой на самом деле мои хорошие то что заканчивается неделя влогов это не значит что блогов не будет потому что я все равно буду снимать блоги из повседневной жизни конечно же мой какой переворот я сейчас совершила и куда мне ехать показывает просто интересно вообще я очень хочу побольше видосов домашних статичных со светом и где я болтаю на какие-то темы а еще мы с кариной оракелян хотели снять коллаборацию и мы думаем что бы с ней снять совместное вот поэтому напишите в комментариях что вы думаете какие видосы нам можно было бы с ней снять мы с ней не очень близко знакомы мы с ней виделись несколько раз на разных мероприятиях отвечаем друг друга на stories и все такое мне кажется что будет прикольно поснимать вместе видосики какие-то вот поэтому хотим еще коллаборации записать и с кариной тоже давно мы ничего не снимали вместе конечно хочется какие-то классные штуки снять знаете прям прикольная идея не просто разговорное видео а какое-то тематическое какой-то не челлендж может я не знаю хотя можете чел я не знаю не знаю просто напишите каких-то классных идей чё бы вы хотели увидеть посмотреть и я постараюсь снять что получится прикольно потому что я сама люблю снимать какие-то такие видосики которые можно потом пересматривать через много лет но в логике понятно но хочется что-то такое тематическое тоже сделал маникюрчик потом еще получше вам покажу просто сделала красные ногти и поскольку салон для меня новый в котором меня ну я никого не знаю мне было немножко стрёмно снимать поэтому я не снимала смотрела все время пока сидела это кстати три часа где-то было смотрела короче прямой эфир мужское женское ну в общем как обычно а посмотрела еще интервью и догались для собчак осторожный собчак а сейчас я иду машину гуляю по таганской еще ничего сегодня не ела уже восемь часов даже по моему около девяти вот и мне еще пипец как повезло что я нашла место парковочное потому что тут конечно с этим проблема я прям сразу нашла а еще очень похолодало реально похолодало но главное что нет слякоти потому что иначе я бы не надела шубу белую она как бы есть но не так много все я уже дошла до машины в общем план такой мне надо позвонить славе спросить дома он или не дома потому что хочу в магазин за продуктами одна не люблю ходить за продуктами в любом случае пакеты тяжелые датащить мужчина рулит мужчины рулят и еще я записалась на завтра на ресницы в 12 надо записать карине голосовуху мне завтра в 12 коррекция наращивания ресниц а потом не знаю потом ничего пока не планировала возможно поеду волосы делать если освободиться место но я думаю что вряд ли завтра получится уже а ты не знаю что это карина вспомнила про меня а то на этой неделе мы с ней по сути так даже не виделись только один раз я ей писала я ее позвала куда-то она меня вообще никуда не зовет ладно ничего страшного я понимаю у нее там тоже свои какие-то дела и так мы приехали за продуктами поскольку дома закончились яички как я вам уже рассказывал колбаска ну и что-то еще наверно как всегда что-то заканчивается самое главное взять яйца а и молоко сахар в груди есть может быть курочку взять колбаски хлебушко яйца а и и и Сейчас будем колбаску заказывать Карина хочет, чтобы завтра я к ней приехала И помогла ей сфоткать какую-то рекламу Знаете, почему я очень рада, что заканчивается неделя влогов? Потому что я начну снимать истории в инстаграм Я их вообще не снимаю У меня вообще нет ни одних историй в день Только то, что я репощу, как кто-то под мою песню пляшет Рот открывает, либо поет мою песню Вообще, и это жесть на самом деле Не люблю такое, когда у меня есть истории Как минимум потому, что моя мама не в курсе, где я И мои друзья тоже не понимают, где я Что со мной происходит Они могут узнавать только на следующий день по влогам Вот так, но завтра мне в любом случае вставать рано И я рада, потому что я встану Краситься не буду Буквально за полчаса соберусь Но там умыться, может, чаек попью только Пойду на реснички, сделаю Подремлю, может, даже полтора часика Потом приеду домой, накрашу Спокойно Никуда не торопясь Засниму сторисов Столько, сколько моей душе будет угодно Вот Постарается парень, да? Да, поставлю лайк ему Молодец Прикольно Ему будет приятно Кстати, ты видел, сегодня девочка записала кавер на мою новую песню Зайди ко мне в сторис, быстро! Красиво? Да, молодец Товарищи, я хотела с вами поделиться Помните, я ездила в страховую? Кто следит за моими историями, то вы знаете, что я очень переживала, что мне пришлют какие-то копейки несчастные И мне не хватит этого, чтобы починить машину Ну, точнее, придется из своего кармана брать деньги Хотя не я виновата в аварии, а какой-то ссаный чувак Так, в общем Мне прислали деньги И что вы думаете? Это просто, это просто плевок на мою машину, блин Мне прислали 22 тысячи рублей Это я к тому, что мне этого не хватит даже купить новый бампер, понимаете? Точнее, может быть, бампер-то я и куплю Но еще покраска стоит 7 тысяч где-то Я уж не говорю про установку и то, что они мне там сказали, что замена не только бампера, но еще и пластмассовой фигни И это просто пипец И я понимаю, что это я виновата, потому что мама говорит, я должна была сразу на месте им сказать Типа, давайте пишите мне бумажку и рассказывайте, сколько денег вы мне пришлете И если бы я так сделала, они бы мне сказали, вот мы тебе 22 тысячи пришлем А я-то знаю, что как минимум 40, даже около 50 они должны мне заплатить за ущерб, который я понесла И моя машина Это просто уму непостижимо Я в шоке Но это был хороший урок Для меня, конечно, я починю машину за свои деньги Понятное дело, типа разберусь Но для меня это был очень хороший урок Если вдруг, не дай бог, конечно, никому не желаю Если вдруг кто-то в вас врезался, вы приезжаете в страховую Пока вам не скажут, сколько денег вам дадут И не дадут какую-то бумажку, где указано, сколько денег вам должны выплатить Не смейте никуда уходить Потому что я такая думаю, а, ладно, он сказал все И я такая, поехали, Надюха, в Макдональдс Ну и вот Поэтому Вот, и я долго не хотела рассказывать маме Потому что я думала, что я ей расскажу И она мне скажет Я тебе говорила Ты меня не послушала Она мне такая говорит Ну что, дочь, ты была в страховой? Я такая, да Ну и в общем, когда я поняла, что Этого очень мало по деньгам Мне не хотелось говорить маме Вот вроде взрослая девочка, а все равно боюсь маму Вроде взрослая уже, но все же веришь, чудеса Да И чудеса бывают Чудеса на виражах Так что вот, я думала, у меня десятка Типа, 10 косарей скинут И я такая, типа, ха-ха, прикиньте мне, 10 косарей скинут Это же вообще бред В итоге 22 тысячи скинули Такой же бред Просто Надеюсь, будет место Итак, ребят, что я хочу вам сказать Мы со Славой пришли домой Разложили продукты И сейчас пойдем в ресторан Который рядом у нас дом находится В котором мы постоянно ходим Кушать, ужинать, обедать Заодно выкинем мусор А еще Тиктоник Это мой электрорай Знаешь, чего я давно не делала? Ты теперь не участвуешь в моих влогах? Не-е-е, знаю, чего Знаешь, чего я давно не делала? Говори Ты знаешь, чего я давно не делала? Не знаю, чего Только нормально скажи, чтобы я вставила нормально меня Я же сказал, не знаю, чего Знаешь, чего я давно не делала? Нет Ты можешь это нормально ответить? Как? Грубости Знаешь, что я давно не делала? Я не делала? Вот в метро Да В метро я бывает езжу, да И мне нравится В смысле нравится не так, что я хочу только на метро ездить Потому что в своей машине, конечно, намного комфортней И зарядка есть, и музыка И сидишь, ну, нет людей Но суть не в этом Суть в том, что Иногда я вспоминаю свое детство Как я ездила в школу на трамвае Хотя в школу я чаще пешком ходила А еще те, кто не из Москвы Хотела передать вам наш прогноз погоды Холодно, пипец Я знаю, что по радио услышала? Знаешь? Знаешь, что я по радио услышала? Что? Я услышала, что будет ночью минус 15 Сегодня мы с закрытыми окнами спим Мне холодно У меня руки мерзнут А сегодня, когда я заливала омывашку Стекла Я потом не чувствовала рук Вы можете вообще это представить? И в это поверить? Ой, трубочек! Так хочется сесть в него и уехать куда-нибудь Ага, ладно Чего? Чего, на камеру такая добрая, веселая, да? Да, сейчас камеру выключишь А сейчас камеру выключаешь и всех ненавидишь, да? Просто мы со Славой начали ругаться в машине Из-за того, что я говорю, что после магазина Нам нужно подняться домой и положить продукты в холодильник А он говорит, что нет, не нужно и с ними ничего не будет Мы сходим на час-полтора в рестик А потом, когда пойдем домой, заберем из машины продукты И из-за этого мы начали ругаться и спорить Я ему говорю, тогда я одна пойду В дом и разложу продукты А ты будешь ждать меня И он сказал, нет, мы пойдем вместе А до этого мы долго выясняли отношения В общем, я просто хотела сказать, что мы оба принципиальные Упертые Но нам очень весело друг с другом Да-да-ай? Да-ай Скажи же Такая, что нам очень весело Вообще Очень Никогда не знаешь, что ждет тебя в соседней комнате Ярость любимой Я знаю Знаю, что ждет меня в соседней комнате Уже холодно, ребята Даже Видите? Видите? В общем, мы уже поели Я допиваю вино И мы идем домой И ресторан уже закрыт На мой взгляд еще тут Интересно, какие эмоции будут у Эвьены Вивочка Вива Ты чего тут лежишь? Спишь, что ли? Ты что, спишь? А чего маму с папой не встречаешь? Чего не встречаешь-то, а? А чего не встречаешь нас? Ну? А папа там пришел А папу обнять? Лапа Привет Мама даже не разделась еще Итак, ребят Я уже дома И что хочу сказать Я почитала комментарии под шестым влогом Конечно, я очень расстроилась Даже до такой степени Что чуть слезу не пустила Потому что я понимаю, что это моя вина Моя ошибка Мне не нужно было просто снимать неделю влогов И вообще я хотела вам сообщить Что я больше не снимаю неделю влогов Это была последняя неделя влогов Я уверена, что Так будет лучше и для вас, и для меня Поскольку я не буду расстраиваться Из-за того, что какие-то мои дела отменились И я не буду выжимать из себя Какие-то несчастные планы Которые нахрен мне не сдались в моей жизни Только для того, чтобы влог получился насыщенным Я не такой человек Я не люблю придумывать Выдумывать Я люблю, чтобы все было четко, по делу То, что мне нужно в жизни Что-то придумывать Какие-то находить себе новые занятия Которые мне не интересны Которые будут отвлекать меня от других дел в моей жизни И, блин, это, конечно, кто-нибудь сейчас напишет Какие-то дела в жизни, Вася, Лев Тут нет никаких дел в жизни Ты просто спишь, жрешь Ходишь в кафе Влоги снимаешь Все Вот если по чесноку я вам показываю 50% своей жизни Ну ладно, может 70% Может 70% своей жизни Но 30% моей жизни никто никогда не узнает Кроме самых близких И все такое Чем я занимаюсь? Чем я занимаюсь по вечерам? Куда я езжу, когда я Не знаю, даже в сторис говорю Типа еду по делам Никто никогда не узнает, по каким делам я еду Поэтому суть не в этом Суть в том, что Я просто приняла такое решение Я записывала где-то минут 15, наверное Где я читаю комментарии Расстраиваюсь Как-то отвечаю Говорю, все, мне все понятно Вы меня больше не любите Я никому не нужна Потом я решила все это нахрен удалить И после того, как я уже смонтировала весь видос Подумала, вот эту часть даже не хочу слушать Монтировать Просто никому не нужна моя болтовня А грустным Мы с Кариной общались Вот сейчас там переписывались Даже она говорит, что начала неделю-то я хорошо Неделю влогов И я действительно, я была очень заряжена Я была очень на позитиве Я такая думаю, господи, вообще-вообще Все, сейчас такой пойдет разрыв Я вообще месяц не снимала Неделю влогов У меня был хороший перерыв Я очень хочу неделю влогов Очень хочу классные видосы Каждый день, позитивные, все такое Но по итогу какие-то факторы Моей жизни, не знаю Окружение моей жизни Повлияли на то, что я начала расстраиваться Грустить, загоняться И передавать этот негатив и грусть через видосы И в итоге я решила, что все В итоге я решила И знаете, сейчас я могу прям Как будто бы какой-то камень себя снять Потому что мне не хочется разочаровывать людей Я просто за реальную жизнь Я за то, что происходит в реале Я не люблю выдумывать какие-то там Блин, офигенные туси Чтобы все думали Вау, у нее такая жизнь насыщенная Я это не люблю Я люблю, чтобы все было так, как есть Я понимаю, что какие-то видосы У меня реально провальные вышли В общем, у меня уже садится камера Просто хотела сказать, что не обижайтесь Это была последняя неделя влогов Но это не значит, что больше я не буду снимать Просто влоги И возможно, когда потеплее То у меня поднимется настроение И я начну снимать недели влогов Потому что даже если у меня отменятся дела Я всегда смогу пойти куда-то погулять Показать вам что-то классное Покататься и просто Все-таки солнце и хорошая погода Реально делают меня более позитивной И счастливой Даже если все остальное не очень А в такую погоду Еще и с такими отстойными ситуациями Когда все планы рушатся А у тебя неделя влогов Ненавижу нервничать и переживать И я считаю, что это просто все ерунда В общем, просто не обижайтесь Я жалею, что выставила вчерашний влог Надо было вообще ничего не выставлять И вообще закончить неделю влогов На пятом дне или на четвертом Даже не знаю Так что все Теперь вы все знаете Я всех люблю, целую, обнимаю И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok